Имбирь – род многолетних трав семейства имбирных. Известно около 80-90 видов имбиря. Растет он в Восточной Азии, Индии, Африке и Австралии. На Востоке известен более 5000 лет как целебная пряность, а также средство от многих болезней. В хадисе пророка Сарасовам сказано, что когда король Византии отправил ему напиток из имбиря, то пророк, взяв этот напиток, напоил их своих асхабов и свою семью также. Как Вы прокомментируете этот хадис? Если человек будет следовать предписаниям медицине пророка, сонни пророка, он получает двойное и лечение, и вознаграждение за то, что он следовал пророку, алейхиссаляту вассалям. То, что Вы сказали про имбиря или в арабской литературе, в Коране, в хадисах, он более известен как Занджабиль, надо, наверное, начинать с того, что он упоминяется в Коране. В Коране говорится, То есть в раю дают напиток именно в Занджабиль. И это является райским напитком. И хвала Всевышний, который он, вот этот райский напиток, дал нам на этом свете. И, оказывается, вот сегодня ученые, исследуя, вот помимо тех лечебных СУЭС, которые нам известны, выяснилось, вот буквально вот в прошлом, позапрошлом году, выяснилась одна интересная особенность. Мы знаем, что те люди, которые находятся в раю, у них не бывает выделения. То есть в том плане, как мы ходим в туалет, они не ходят, грубо говоря. А, оказывается, там выделяется, все спотом выделяется, а пот это благоухадный пот и уходит. То есть полностью перерабатывает организм, все, что употребляет. А, оказывается, вот большую роль в этом, оказывается, играет Занджабиль. И вот сегодня наука говорит об удивительном стиле Занджабиля выводить через потовые железы, шлаки и вот токсины, которые находятся в организме. То есть очищает организм. Очищение организма, это, оказывается, великая сила, она прямо проникает в кровь, оказывается, она очищает. И вот это ученые Джаза, которые работают над этим, они говорят, что чудо того, что он упоминяется в Коране, как напиток, имеется в виду, он не связан с тем, что вот она именно вводит те продукты, которые перерабатываются в организме человека. Конечно, то, что хадис, который вы проводили, как король Византии подарил пророку Занджабиль, и как он угостил членов своей семьи, отдал самым, это нам говорит как бы прямая сумма, прямое указание, чтобы мы пользовались им. Потому что, тем более, если он детям дал, тоже говорит, здесь нет ограничений. Здесь действительно это приоритет, также полезен и детям, и взрослым. Полезен для детей. И ученые, вот очень много мест есть, где он действует. Она является антигерпетическим действием. Ну, как врач могу сказать, что герпес является наиболее трудноподающимся лечением грибки, которые очень трудно подаются герпесам. Он имеет мощное противовоспалительное значение, антибактериальные средства, противовирусные активности она имеет, противовирусные заболевания, ангины, там всякие. Она вот облегчает невротические болезни, облегчает процесс пищеварения, противооточим действиям, аналитические действиям, короче, повышает мускую ипотенцию. И очень много такой перечень можно повыше, очень долго продолжать. Но, оказывается, суть дела в том, что этот имбир Занджабиль действует на вылочку и железу. А вылочки железа – это ответственность за иммунитет. И иммунитет ответственность за то, что человек не болел, начиная от простого банального гриппа до раковых заболеваний. Она за все отвечает. Это как бы стража организма. Вот она стимулирует, укрепляет это железо. И за счет этого вот столько болезней она вылечивает. Кроме этого, установлено, что Занджабиль улучшает кровообращение, улучшает память, улучшает зрение, пищеварение. Ну, такой перечень, он очень долго можно продолжить. Вот они сделали вот такое. Они вот взяли 13 мышей и ввели им раковые клетки. Две группы были. Одной вводили раковые клетки, другой тоже, обоим группам вводили раковые клетки. Одну кормили имбирем, другой лечили, обычно лечебные препараты давали. И получалось, из той группы, которую имбиря не давали, все заболели раком, так ввели клетки. А из той группы, которой давали имбирь, заболело только 4. А тогда они сделали еще один эксперимент. Одну группу взяли, кормили имбирем до того, как ввести раковые клетки некоторое время. И во время, и после тоже. То из них заболело только 2 особи. Это рак. То есть результат получился такой, что имбирь излечил этих мышей, которые вводили клетки. Да, излечил от раковые болезни. Используют ли сейчас в современной медицине имбирь, как лекарственное средство? Известны ли такие случаи? Ну, то, что нам известно из него, оно входит в состав различных препаратов. Но в официальной медицине в России отдельного имбиря нет. Только это в народной медицине он используется. Он только на Западе входит в состав различных лекарств. А у нас только она продается, и различные рецепты при разных заболеваниях можно порекомендовать. А так, официальной медицине такого, чтобы отдельный имбирь принимать, такого нет. Потому что есть официальная медицина, некая прелюбожденность к народным средствам тоже. Если слишком явного нет, то они его и не используют. Ну, как Вы уже сказали, раз проводились такие эксперименты, наверное, это не единичный случай был? Это не единичный случай. Таких исследований очень много, конечно. То, что говорит антивекториальный, это тоже были эксперименты. Это против опухоли были эксперименты. Против разжижения крови, то, что атеросклероз заметно снижается, холестерин крови снижает. Это тоже были исследования. Таких исследований очень много. Поэтому этот просто взят, сделать за правило, она его еще называет как белый перец тоже. Просто на столе держат как пряности, и его особенность в мире является, она некая универсальная. Ее можно и чай добавлять, и к мясу добавлять. Любим людям она подходит. И тем самым мы получим исцеление. Исцеление и вознаграждение за следование сунья пророка, алей саляту ва салям. Ну, готовясь к передаче, я тоже просматривал некоторую информацию. И могу сказать, что я здесь даже выписал себе. Имбирь с миндалем используется против римматизма. Имбирь с двумя ложками сахара на полстакана горячей воды помогает вывести шлаки из организма. При токсикозах у женщин рекомендуют одну-две капли имбирьного масла разбавить с чайной ложкой меда. При токсикозе беременных это является очень таким трудно излечимым, заваливанием, о котором много побочных выходит. И вот американские врачи установили, что вот действие не поможет устранить. Вот таксикозы. Почему? Потому что токсикозы, это само слово, идет отравление организмами, вот выделением. А как мы сказали, особенностью имбиря является, она выводит эти шлаки. Выводит эти шлаки, и тем самым помогает людям, у которых есть токсикоз беременности. И, кроме этого, и другое отравление, любое отравление шлаками, у которых почечная недостаточность, сердечная недостаточность, вот все последствия, это и есть последствия отравления. Да, здесь при очищении печени, при воспалении горла, при гайморите, при снижении холиктестерина в крови, для улучшения кровообращения. В общем, здесь очень большой перечень. При ангинах, при воспалительных процессах, при болезни суставов, и от других болезней вы найдете массу рецептов и полезного для себя. Ибн Кассир в толковании Корана говорит, что занжабель, то есть имбирь, это напиток праведников в раю. То есть мы тоже можем приобщиться и попробовать этот напиток, хотя бы на этом свете, почувствовать хотя бы вкус от самого напитка. Надеюсь, что там тоже вкус имеет вкус. Сделать настойку, про которую заварить себе чай, и после этого уже обратиться к врачу и получить квалифицированное лечение. Также надо не забывать, наверное, о дуе, надо сказать. Ведь все лекарства и все болезни от него, и лечение тоже надо просить у него. Можно, наверное, сделать короткое дуе, сказать, допустим, «Ла ха вла уа та и ла била». Этого, наверное, будет достаточно, и выпить. Можно, конечно? Да, начнется с письмена, уплывается. Аллах знает, осознавая, что имбирь и другие средства являются средством, истинно, кто лечит, это является Всевышним, и просить у него, чтобы это средство оказалось целебным. Это, конечно, есть дуа, за дуа тоже дополнительное возрождение можно получить. И, конечно, верить, что это средство помогает, потому что вера – это, как говорится, половина лечения. К сожалению, наша передача подходит к концу. О лечебных свойствах имбиря мы рассказали немало, а думающему человеку достаточно и намека. На этом мы на сегодня закончим. Будьте здоровы, уважаемые телезрители. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Согласно одному из хадисов, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Чистота есть половина веры. Очищение как духовное, так и физическое является залогом здоровья». Рекомендации пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в отношении инфекционных заболеваний, чистоты и гигиены намного опередили его время. Инфекционный контроль является неотъемлемой частью учения ислама о гигиене. Вместе с тем, основные принципы, которые практикуются сегодня крупными организациями здравоохранения, почти полностью соответствуют наставлениям пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Я вам сначала, прежде чем читать лекцию, хочу кое-что рассказать. Вирус, который сейчас ходит по миру, он действительно опасен. Опасен. И опасность его заключается в том, что он уничтожает возможность организма сопротивляться бактериальной пневмонии. То есть сам этот вирус, он не убивает человека. Убивает бактерии, которые после него размножаются в организме. Причем это размножение может быть очень быстрым. Вот в буквальном смысле слова есть случай, человек, допустим, садится в самолет, после 7 дней вирусной инфекции, наступает этот бактериальный период, и он в самолете 3 часа летит, и через 3 часа у него начинается отек легких уже. Понимаете? Но я вас хочу обрадовать. Есть хорошая новость. Я уже порядка 15 лет занимаюсь вот этими вопросами вирусных инфекций, и я знаю точно, что вот именно этот вирус, вот этот коронавирус, он лечится очень легко с помощью имбиря. Если вы будете жевать имбирь и пить напиток куркуму, делать отвар куркумы, не сильно концентрирован, с медом, то вы никогда просто не заболеете этим вирусом. Это невозможно им будет заболеть. Ну ладно, там пока будут раздавать имбирь, да, то есть вы понимаете, что это необходимость, я не знаю, как технически сейчас сделать, потому что как бы перед лекцией каждый раз вы будете получать имбирь теперь. Вы должны его сначала взять, а потом заходить в зал. Потом надо его съесть, и будем потом дальше с вами общаться. Это необходимости жизни. Вот, пока здесь вируса этого нет, но вы должны учиться вот этой гигиене, потому что он обязательно здесь будет. Вот вы имбирь сосете, все, до свидания, вирус, никаких шансов заболеть им нет. Такая сила вот этого имбиря. Я много лет лечу вирусной инфекцией с помощью всего небольшого спектра продуктов. Это имбирь, куркума, ветки сосны, ветки пихты, желтая горчица и белый перец. Вот эти продукты, они все убивают разные виды вирусных инфекций. Сам по себе вирус не сильный. То есть, если жевать имбирь, шансов просто нет заболеть. Я даже маски в самолетах не одеваю. Я отлично себя чувствую, потому что я всегда с имбирем езжу, шансов нет. Я вижу как бы этот вирус, его гораздо больше в стране, чем говорят в СМИ. Ну и как обнаружить, если человек просто носитель, никто не знает. Я видел в аэропортах даже людей с этим вирусом. Ну как бы, это не значит, что так вот все плохо. Просто я вам говорю, если вы будете есть имбирь, если имбирь будут есть все, кто, кого вы знаете, никто из них не заболеет этой болезнью. Ну, еще раз повторяю, вирус слабый. Если бы был сильным, то бы дети в первую очередь бы болели, понимаете? Вирус сам не сильный, просто у него есть спецэффект. Он подавляет иммунитет слизистых оболочек бронхов. Вот только это его проблема, понимаете, только это. И так как иммунитет подавлен, то бактерии из верхних дыхательных путей быстро спускаются вниз и размножаются там. Все. Вот это главная проблема этого вируса. Но если имбирь есть, то он просто весь вирус и все, и до свидания. Значимость имбирю, занджабилю, придает тот факт, что это растение упоминается в Коране. Смысл. В саду праведников будут поить напитком, смешанным с чем-то, по вкусу напоминающим имбирь, из источника, названного сальсабилем, благодаря тому, что его напиток полезен, приятен и вкусен. Сура Аль-Инсан, аяты с 15 по 18. Всемирно известный мусульманский ученый Ибн Сина Авиценна одним из первых описал свойства и воздействия корня имбиря, занджабиля, на организм человека. В частности, в трактате «Канон врачебной науки» Ибн Сина пишет, что имбирь похож на перец по своему естеству, однако в нем нет разреженности. Имбирь, случается, вызывает разъедание вследствие своей избыточной влажности, поэтому способность согревать у него длительней, чем у перца. Современная медицина об имбире. Ибн Сина не ошибся ни в чем. В X веке он с удивительной точностью описал то, к чему пришла сегодня современная медицина. На данное время установлено, что корень имбиря, занджабиле, имеет действие. Имбирь – это настоящая кладезь полезных свойств. В имбире содержатся такие важные для человеческого организма компоненты, как филандрин, цинеол, эфирные масла, цитрал, борнеол, гингерол, камфин, а также важнейшие аминокислоты, а именно лейзин, фениланин, метеонин и многие другие. Мы не будем говорить о лечебных свойствах имбиря, их очень много, ограничимся только на этих по теме антибактериальное, противовоспалительное, антимикробное, антисептическое, бактерицидное. При первых признаках простуды принимайте состав по одной столовой ложке. Для профилактики простуды, повышения тонуса и защитных сил организма принимайте ежедневно, растворив чайную ложку смеси в стакане горячей воды. На сегодняшний день в мире распространяется коронавирус из-за нашей халатности, поэтому нам необходимо соблюдать гигиену, которую нам рекомендовал пророк, да благословит его Аллах и доприветствует, и употреблять имбирь для профилактики. Тогда вирус отступит от нас по воле Аллаха. Бог сотворил болезнь, Он же сотворил и лекарства. Лечитесь же, призывал пророк Мухаммад, да благословит его Творец и доприветствует. Передается, как Авраам однажды обратился ко Всевышнему, «О Господи, от кого болезнь? От меня!» прозвучал ответ. «А от кого лекарства?» спросил пророк. «От меня!» был ему ответ. «А зачем же в таком случае врач?» недоумевая, поинтересовался Авраам. «Врач — это человек, в руки которого я не свожу лекарства. Через него, а также через те или иные формы врачевания, лечения даю исцеление», ответил Господь миров. Праведников в раю прекрасные гури услаждают прохладным напитком с изумительным запахом имбиря, который является символом духовного умиротворения. Праведника в раю ожидает то, чего он был лишен в земной жизни, но высшее из наслаждений, ожидающих его, созерцание лика Господа. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик.